друзья всем привет дополнение видео от вадима которая только что добавил предыдущая на youtube решил показать свои пальмы на сегодняшний как выглядит они в этой зимой видели температуры в минус 14 без подогрева кратковременно и пострадали полностью все листья на них была сильная перфорация были сильно повреждены и я их полностью удалил на всех своих пальмах когда они начали процесс вегетации вот и на сегодняшний день имеем вот такой результат я посчитал час 10 листьев полноценно которые распустились на всех пальмах примерно одинаково они вылезли хотя в предыдущие года я считал что у меня и по 18 листьев выдавали пальмы видимо из-за того что были повреждения но из-за этого притормозились они в росте но в целом в целом я результатом очень доволен довольно таки неплохая крона наросла за лето сегодня по-моему 4 до 4 сентября имеем вот такой результат в принципе если пальму серьезно не укрывать и надвигаются хорошие морозы можно удалить все листья намотать теплый пол на точку роста примерно это 50 сантиметров верхней вот эти лучше весь ствол конечно намотать но если вдруг надо примитивно и укрыть и обмотать каким-то агроволокном либо одеялом там если но надо спасти пальму но неважно как она будет выглядеть весной то в принципе такой вариант он очень рабочий крона в принципе неплохо выглядела уже в июле то есть она очень быстро нарастала а вот концу лета она прям вообще я считаю что она практически полностью восстановилась внешний вид у нее обалденный на сегодняшний день то есть даже из такой сценарий использовать то в принципе это рабочая тема можно примитивно укрыть пальму она сто процентов выживет даже в серьезный мороз и концу лета она будет выглядеть мой взгляд уже великолепно она выглядит а вот сейчас вам покажу как выглядят пальмы во дворе мои в принципе результат точно такой же за счет того что только стволы там высокий крона кажется меньше а на самом деле по количеству листьев они выглядят точно точно так же вот олеандр хотел показать чего обалденно цветется лето наверно с июня очень обильно цветет и вот уже сентябрь новых соцветий завязанных очень очень много я считаю что это очень обильное цветение вообще вот олеандр однозначно стоит укрывать я уже не пожалел что его посадил очень доволен и в дальнейшем планирую укрывать однозначно это не так сложно зато все лето идеальный результат уже высота у него он очень быстро растет кстати где-то 270 забор ровно два метра выше примерно 70 сантиметров планирую весной удалить часть веток чтоб новые росли так как он будет быстро расти они нарастут через год они будут свести обильно а следующие вот эти высокие я удалю на следующий год весной и вот так буду его чередовать чтобы он высоко не вырастал чтоб можно было укрывать его но не выше вот этой металлоконструкции вот как-то так возвращаемся к пальму вот тут тоже 10 листьев и посчитал на этих пальмах вырастала но за счет того что ствол очень высокий стал у них вот такое крона кажется меньше однозначно она не так красиво выглядит как как большая крона но в целом если нужно спасти пальму и нет какого-то серьезного укрытия однозначно можно либо оставить листья вот так просто убрать где точка роста листья намотать теплый пол и чем-то утеплить одеялом каким-то либо несколько слоев агроволокна и тогда она однозначно выживет несколько месяцев весной она постоит без листьев но это самый простой способ ее так вот спасти уже проверено что крона быстро восстанавливается относительно опять же от степени повреждений зависит они вот сильно пострадали если бы точка роста была укрыта и больше чем уверен что крона бы еще больше на роста она бы не пострадала я уже говорил в предыдущих видео кто не смотрел для чего я их подвергал таким шоковым морозом у меня укрытие в принципе есть и она была я просто не включил этот момент ну и не укрыл сначала для того чтобы на генном уровне вот этим семенам передалась более высокая морозостойкость от этих повреждений то есть когда растение страдает но в теории должно передавать более высокую морозостойкость своему потомству то есть вот этим семенам для этого это было сделано в этом году и наверно так рисковать не буду все-таки включу обогрев где-то уже после минус десяти чтобы перфорации не было на листьях посмотрим как будут развиваться события может будет будет лень не укрывать и укрою только точку роста вот то что я вам сейчас говорил в принципе тоже рабочая тема можно пальмы сохранять спокойно единственное конечно вот начало лета она не такая красивая там без листьев конечно в к осени в принципе уже какой-то результат неплохой она уже выглядит как пальма потому что чем выше ствол тем сложнее конечно укрывать пальму надо какие-то высокие либо леса либо стремянки потому что туда очень сложно добраться вот так вот ребята вот такие вот у нас есть результаты на сегодняшний день опять же кому понравилось видео не забывайте поставить лайк это поможет продвижению этого видео обязательно подписывайтесь кто не подписан всем пока